Итак, дорогие друзья, доброе утро. Всем доброе утро. Good morning, bonjour, hello, shalom. Из Иерусалима, Иракодыш, святой город Иерусалим, Шара Шамаем, ворота в небо. И мы сейчас как раз, как раз встречаемся традиционно в 10.00 на урок Торы, притчи царя Соломона. Я вот думаю, вот закончим мы притчи, что дальше изучать, ну еще, во-первых, долго. Во-вторых, я думаю, что я продолжу все равно повторять и изучать, повторять и изучать каждый день, потому что от того, что ты прочитал, понял и осознал, что-то меняется в этот момент. Но для того, чтобы это стало твоей сутью, сущностью, чтобы это стало, вошло в сердце, да, для этого нужно повторять, 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 и недостаточно ни одного раза, ни двух, ни трех, 101 раз. Написано в перте вот, что тот, кто повторил 101 раз, это намного больше, чем 100. Казалось бы, какая разница? Есть разница. Хорошо, значит, может быть, опять перте вот пойдем, может быть, коэлит опять пройдем, потому что, в принципе, я бы хотел сделать, вот, я настолько восхищен мудростью, которую мы изучаем, что хотелось бы сделать ее именно главной операционной системой для принятия всех решений в жизни. Понятно, да? Хорошо, друзья, все. Значит, мы продолжаем изучать. Всем доброе утро, шалом, еще раз всем доброе утро. И сейчас мы находимся, 17 глава притчи царя Сламона, Мишлей, 17 глава, и дошли мы уже до отрывка, который номер, номер 7, номер 7, 7 отрывок, 17 главы. Все, всем шалом. Значит, говорит нам царь Соломон следующее. Значит, говорит он следующую вещь нам. Навы это некрасиво, как бы некрасиво, не подходит, вот так можно так сказать, не подходит. Да, не подходит Наваль. Кто такой Наваль? Наваль переводят, вообще Наваль это такой плохой человек, Наваль это плохой человек, но вот когда мы говорим, эх, это плохой человек, мы там много оттенков, да, когда один другому говорит, вот он плохой человек, что имеется в виду? Малбим объясняет, что в этом отрывке противопоставлены два качества. Доброе утро, Миша, всем привет. То есть мы можем из второй части этого отрывка понять, кто такой первый. Смотрите, есть, давайте полностью как переводится отрывок. Не подходит Наваль вот этому плохому человеку речь, етер, речь, етер это как избыточная, да, которая что-то обещает, что-то дает другим людям. А в теле надив, так же как не подходит надиву, надив это человек, который дает. От слова надива это тот, кто дает другим людям, очень много дает другим людям. Надива это как добровольное, вот было жертвоприношение, это надива называлось. Есть люди, которые дают, они всем хотят дать пользу, добро, деньги, какие-то подарки. Вот мы, например, в свое время с моим братом Михаилом очень близко общались и были в окружении Александра Борисовича Фельдман. Вот он яркий пример надив. Надив это человек, который всем хочет помочь, добрый, вот такой прям, добрая душа. Так ему этому надиву, говорит царь Соломон, сфатшетер ему обман не подходит. Значит, смотрите, что получается. По объяснению Малбима, да, был такой мудрец, он говорит так, что есть люди, которые Наваль называется. Наваль это наоборот тот, который никому ничего давать не хочет. От этого же корня слово навела падаль, да. Он такой падальщик, вот как диена такая, да, он всех все забирает, он никому ничего давать не хочет. Знаете, есть такие люди, вот редиска их называли, редиска плохой человек. И вот этот вот Наваль, если он начинает говорить красивые какие-то вещи, если он начинает кому-то что-то обещать, это ему не подходит, не сходится. То есть, его, его сущность не сходится с его красивыми словами. Теперь, и так же, вот этому надиву доброму, ему не подходит обман. Вот здесь есть очень одна интересная такая штука. Человек, который очень добрый, и он хочет всем помочь. Он иногда попадает в ситуации, когда он обещает и не делает. И люди на него надеются, люди на него полагаются. Он вот выдает, как желаемое за действительное. То есть, он вслух думает, он говорит, вот я тебе там помогу кому-то, да. Он в этот момент, он очень хочет помочь. Вот он прям реально в этот момент, он верит, что он поможет. И, но потом он может об этом забыть. А человек, которому он пообещал, он в этот момент настраивается на что-то, он обижается, он может от этого пострадать. И говорит нам царь Соломон, что вот этому Навалю, которому он дает совет, я не знаю, или если человек уже, он такой плохой человек, будет его слушать советы царя Соломона. Но он ему говорит, Навалю этому, он говорит, не обещай. Может быть, он нам говорит, что если человек тебе обещает, который уже у него репутация, что он не дает, так не полагайся на его обещание. А вот Надив, который добрый человек, он тоже может не давать, но он может не давать, потому что он может забыть, он может хотеть дать, но он и так далее. То есть, я думаю, что этот отрывок нам всем поможет меньше полагаться на слова других людей. Как говорил царь Давид в псалмах царя Давида, он говорил нам вообще конкретно, папа царя Соломона говорил так, «Аль ты в тиху бенедивим», он говорил, не полагайтесь на вот этих надивов, на добродетелей, ну, надив это хороший человек. Он говорил, «Аль ты в тиху бенедивим», не полагайтесь на тех, кто вам будет давать подарки, «бэвэнадам шэээн лодшоа», на человека не полагайтесь, нет от него спасения, «тэцэрухо яшувля адмато», он говорил так, выйдет из него дух, вернется он в землю, «бэйомау в этот день авду эштанатав», потеряются все, кто на него опирались. То есть, он предлагает нам, царь Давид, по-простому, он такой был воин, по-простому, не полагаться на людей вообще. Царь Соломон в Мишле мы учили, что «сунематанотэхе», тот, кто ненавидит подарки, будет жить. То есть, человек, который даже подарки он не хочет получать, тем более он не хочет полагаться на других людей, значит, ему будет в жизни в этой проще жить. А здесь он нам объясняет, как бы еще вот такую интересную деталь, как работает мир, что если человек с плохой репутацией, он говорит красивые слова, не верь. А если надив, если человек доброжелательный, который действительно дающий, что-то обещает, то это может быть обманом, может быть обманом. Но это может быть обманом, если он действительно, у него репутация, что он надив, то он обмануть не хотел, тут больше это урок для тех, кто на него полагается и для самих надивов. Вот люди, которые действительно есть добрые, хорошие, которые хотят давать, нужно очень записывать свои обещания, нужно лучше говорить обещания языком. Постараюсь, может быть, я там, я не знаю, с Божьей помощью, без Раташем, МРЦ Ашем, если Бог захочет. Блинедер можно добавлять, блинедер это без обета. То есть, ну лучше именно не обещать вообще и делать, чем обещать и не делать. Я у меня, кстати, я иногда и даже часто спотыкаюсь вот в этом как раз качестве, то есть я очень люблю и хочу помогать людям. Иногда я обещаю и не делаю. Это у меня есть такое качество, но я не делаю не потому, что я не хочу сделать, а я не делаю потому, что я, во-первых, могу забыть, раз. Во-вторых, я жду от второй стороны каких-то тоже действий, чтобы она, ну, например, я говорю, давай сделаем это, давай. Ну, давай сделаем, не я должен делать, а если вторая сторона делает свою часть, то я добавляю. А если вторая сторона не делает свою часть и даже мне не напоминает. Понятно, да? В общем, этот отрывок надо всем, кого он касается, а он касается всех, потому что, потому что вокруг нас есть и люди, которых можно назвать навыками, наваль, которые, наваль это, ну, редиски, да, такие, которые никому ничего хорошего делать не хотят. Есть вокруг нас надивы, которые хотят делать, но при этом они обещают и не делают. Все, это мы разобрали седьмой отрывок, очень, очень такой часто жизненно встречающийся отрывок. Теперь восьмой вообще, восьмой это жизненный урок. Жизненный урок, и вот он, кто сейчас его послушает, тому, конечно, повезло, кто послушает, поймет и запомнил. И поэтому у нас, видно, сегодня не так много, как было вчера, вчера было 300 человек, а видно, Бог считает, что вот тем, кто сегодня, кого нету, им не надо было этого знать, потому что это очень, это очень инструментом с нами делится царь Соломон, который, который прямо меняет мир. Меняет мир, и в нем есть огромная сила. Значит, звучит это так. Камень драгоценный взятка в глазах того, кто ей владеет. В каждую сторону, в которую повернет, ястиль это он, ястиль это интеллектуально найдет решение, скажем, вот если дословно перевести, сехль это интеллект, ястиль это интеллектуально найдет решение. Значит, здесь нам царь Соломон открывает невероятную силу взятки. Взятка это страшно сильная вещь. Как она, взятка, работает? Мы со взяткой впервые сталкиваемся в, так вот, серьезно и глубоко, в главе, когда Яаков Ави, ну, про отец Яаков, который, Исраэль, да, который Бог ему дал имя Израиль. Он возвращается после 22 лет отсутствия, он находился у Лавана, и он возвращается с четырьмя женами, с детьми, и навстречу ему идет его брат родной Эйсав, который идет к нему с 400 солдатами, которые хочет его убить. Значит, Яаков Ави, ну, про отец Яаков, написано, что он сделал то, что должен делать, то есть, он Исраэль, это он первый, он не первый еврей, первый еврей это Авраам, потом был Ицкак, потом Яаков, но он первый Израиль, да, он получил имя Израиля, то есть, это самый такой вот, прямо с Богом. Он делает три вещи. Первое, что он делает, он разделяет свой лагерь на две части, он готовится к войне, то есть, он говорит, если одна часть пропадет, вторая спасется. Второе, что он делает, он начинает молиться, он начинает молиться и просить Бога, он Богу говорит, что я все понимаю, я только перешел реку, у меня был один посох в руке, а сейчас я возвращаюсь с огромными стадами, сделал ты для меня все милосердие, но прошу тебя, спаси меня и спаси мою семью. Он начинает молиться. Третье, что он начинает делать, Яаков, он берет и посылает десять подряд стад, маленьких стад, в которых в каждом стаде он говорит пастухам, он говорит, подойдете когда к Исаву, вы ему скажите, а сзади идет раб твой Яаков и вот тебе подарок. Вот тебе подарок, вот тебе подарок, вот тебе подарок, вот тебе подарок. И так десять раз, вот тебе подарок, вот тебе подарок. И когда они уже встретились, написано, что Исав, который хотел его убить и шел его убивать, он заплакал, обнял его и, значит, сердце его растаяло от любви к брату. Вот такая сила взятки Бог нам показал в этом случае, да, насколько взятка, она меняет ощущения у человека. Теперь с тех пор взятками пользуются все те люди, которые хотят получить приятность в глазах других людей, да. Например, когда мужчина хочет, чтобы женщине понравится, он ей дает взятку, он ей дарит цветочки, он ее приглашает в ресторан, он ей дарит какие-то подарочки и так далее, оп, она уже его любит. Например, когда идут кому-то в гости или когда хотят проявить кому-то внимание и уважение, ему дарят подарки, которые являются тоже взяткой. Написано здесь так, что Эмэн Хэн, камень драгоценный, Хэн это приятность, камень приятный, взятка в глазах того, кто ей владеет. То есть тот, кто ее дает, а это приятный камень, тот, кто ее получает, у него вдруг внутри меняется ракурс восприятия. Теперь есть много на эту тему историй, как дальше знающие это люди пользуются взятками. Мы видим, что, ну то есть весь в принципе современный мир, современный мир, он крутится на вот всех вот этих вот взятках. ООН, всякие, Всемирная организация здравоохранения, правительство всех стран и так далее, там все идет на взятках, суды там, ну и так далее. Теперь есть интересная история, всегда ли работает взятка. Это как-то один еврей в суде, он, значит, судился с другим, с кем-то и я несколько расскажу историй. Одну, одну, ладно, одну расскажу. И он, значит, говорит своему адвокату, надо дать судье взятку, потому что, ну, чтобы судья судил в нашу сторону. Адвокат говорит, вы знаете, вот вы мне не поверите, этот судья, он единственный, который взяток не берет. Вот он единственный, который взяток не берет и этот судья, значит, все. Этот еврей говорит, не бывает, чтобы взяток не брали. Он говорит, бывает, взяток он не берет, мало этого, он еще злится на того, кто ему дает взятку и он прямо злится очень сильно. Этот еврей говорит, ну ладно, завтра проверим. Значит, на следующий день, на следующий день во время суда, судья полностью стоит на стороне этого еврея, и он, судья, просто на вторую сторону, он, ну вот просто вот он именно на вторую сторону очень гневается. И выиграли они в суд этот, адвокат говорит, странно, говорит, очень странно поведение этого судьи. Почему? Этот ему говорит, его подзащитный, а я ему дал взятку. Тот говорит, да не может быть, он не берет взяток, он наоборот гневается на тех, кто ему дает взятку. Он говорит, ну правильно, я ему дал взятку, но только я подложил визитку второго адвоката. Я подложил второго адвоката, я подложил взятку. Значит, это такая смешная история, но взятка реально меняет восприятие людей. Теперь, когда мы говорим, что взятка не работает, это неправда. Взятка всегда работает. Почему? Потому что если мы посмотрим на взятку с другой стороны, со стороны своего внутреннего восприятия мира, то люди, все люди живут ради того, чтобы получать удовольствие. Каждый человек хочет получать удовольствие. И все мышление человека подстроится под то, чтобы получить удовольствие. То есть, когда человек хочет скушать вот такой кусок торта, то этот торт для него взятка, чтобы он себе сказал, ну один раз не вредно, и торт полезно, а это торт веганский, вегетарианский, и я потом побегаю. То есть, то, что написано, взятка, драгоценный камень в глазах того, кто ее берет, и дальше она уже сама тебе подскажет, она сама тебе подскажет твоему интеллекту, как объяснить правильность своего поведения. Вот этот отрывок. Еще раз, драгоценный камень, взятка в глазах того, кто ей владеет, в каждую сторону, в которую она поворачивает, я стиль, интеллект подскажет. Если вы помните, есть два типа грешников. Первый тип грешников называется ксиль. Ксиль это грешник по вожделению. Любое вожделение, любое желание, которое есть у человека, является для него внутренней взяткой. Внутренней взяткой. То есть, когда он что-то хочет получить, то это взятка, и тогда его интеллект ему подсказывает, как объяснить себе, что это можно, что это нужно, и что это правильно. Понятно, да? Теперь, второй тип грешника называется, называется ивель, стептик. Улая, может быть, он сомневается, но это тоже взятка. То есть, все мышление человека, оно повернуто его желанием. То есть, все мышление человека управляется его желанием. Если человек что-то хочет, если нельзя, но хочется, то есть, то, что хочется, это внутренняя взятка. Значит, можно, и интеллект подскажет тебе, как можно. То же самое, если ты берешь взятку и даешь кому-то, есть в Талмуде на эту тему целое, есть много историй. И вот там есть одна история, как один был судья, один был судья, и Раби Йоханан, по-моему, его звали, и у него был один человек, который был его арендатор. Этот арендатор снимал у него поле, арендовал, и как-то суды были по понедельникам и по четвергам. И в рейсе суды были по понедельникам, по понедельникам, правильно, второй день недели и пятый день недели, когда читают Тору. И съезжались в города, где были суды, съезжались с окрестных деревень и сел люди, которым нужно было в суде выяснить, кто из них прав, кто виноват, финансовые вопросы, хозяйственные вопросы и так далее. И вот, значит, этот арендатор приезжает к нему, к Раби Йоханану в понедельник и привозит ему деньги за аренду поля, которые он привозил ему постоянно. Раби Йоханан ему говорит, а что ты привез сегодня? Ты должен был привезти через неделю срок аренды. Тот говорит, вы знаете, я сегодня в суде, разбираю дело со своим там одним партнером, и, значит, я просто сегодня уже в городе, так я буду, значит, заранее, просто вам заранее привез ваши деньги, все. Раби Йоханан, он говорит, нет, говорит, я не буду тебя судить в суде, а Раби Йоханан должен был его судить. Он говорит, не буду, потому что Эвен Хен взятка, камень драгоценный взятка в глазах того, кто ее держит. Он говорит, я не буду тебя судить, все равно у меня есть удовольствие от того, что ты мне привез деньги раньше, уже мой интеллект не работает честно. И он решил себя проверить, он пришел к суду, и он сидел, слушал судебное заседание за дверями. И Раби Йоханан, когда его арендатор что-то говорил, он говорил, о, хорошо он сказал, правильно, молодец. То есть он сам убедился в том, что действительно восприятие человека меняется. И в Торе прямым текстом сказал Бог, прямым текстом, шохат иавер иней хахамим. Шохат, он ослепляет глаза мудрецов. Взятка ослепляет глаза мудрецов и искривляет слова тоже мудрецов. Понятно, да? Хорошо, вот мы изучили сегодня, сегодня мы изучили, изучили мы два отрывка очень полезных, я считаю, и очень важных в повседневной жизни. Если их запомнить и начать им использоваться, то первое, какой вывод можно сделать? Первое, не обещать. Не обещать, а если обещать, то делать. Это очень важно записывать, и если уже пообещал, сделай, если, а лучше не обещать. Второе, что понятно, что у нас всегда есть взятка. Вот, например, человек, который обещает, ему приятно пообещать. Он в этот момент получает удовольствие, и оно ему, его искривляет разум. Вот он в какой-то момент порыв сердца пообещал, а потом бах и не сделал. Но в момент, то есть, нужно помнить, что желание, желание, эмоции, это плохой советчик. Что все решения нужно принимать с таким сухим рациональным интеллектом. Убрать желание, потому что желания ослепляют разум. И когда нельзя, но хочется, человек себе из-за взятки хочется, он себе придумает, что можно. Это как раз нам в 8-м отрывке 17-й главы. Царь Соломон доказал, объяснил, показал, а теперь мы можем этим пользоваться. Все, всем спасибо огромное. Я очень всех прошу, подпишитесь на страницу и в Инстаграме, и в Фейсбуке. И сделайте свои выводы, и поделитесь выводами с этого урока, чтобы вы это знание, которое вы получили, еще раз внутри обдумали, написали свои три вывода и поделились, пригласили всех людей, которым важно соединиться с Богом, изучая Тору, чтобы все мы собирались. Платформа Воикра – это место, где те люди, которые хотят обучать, и те, кто хотят обучаться, могут встретиться. И, значит, все вместе, единственная у нас цель – это понять, чего Бог от нас хочет, и сделать это. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня!